Здание Целинской средней школы больше полувека. Капитального ремонта оно не видело, и эксперты признали учебное заведение аварийным. Капиталить помещение бессмысленно. Основная проблема это в том, что нарушены потолочные перекрытия, и балки находятся в подвешенном состоянии. То есть они полностью сгнили, и потолок начинает помаленьку рушиться. Властям республики и района удалось включить сельскую школу в национальный проект. Таким образом, деньги на возведение нового здания заложены на следующий год. Думаю, в январе мы уже объявим конкурс, и к весне начнется строительство. В два этапа. 2019-2020 год. Это будет хорошая современная школа. Аварийное здание увидел заместитель главы Хакасии Богдан Павленко. Он отметил, правительство региона будет и в дальнейшем тесно сотрудничать с федеральными властями. На следующий год мы проговаривали уже с Министерством образования. Мы максимально будем входить во все федеральные проекты, чтобы нам обновить те школы, которые сегодня находятся в аварийном состоянии. Поселок Беринжак. Одна из самых отдаленных точек на карте Шевинского района. В кону Нового года Богдан Павленко приехал в подшефное село, чтобы поздравить детвору с наступающим праздником. Очень всех ждали. Всем спасибо за подарки, которые привозят каждый год. Хотелось бы еще пожелать всем удачи в Новом году, поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать всем счастья, здоровья, успехов. Спасибо. Спасибо.